Вторым отделом по расследованию особо важных дел регионального следственного комитета завершено расследование уголовного дела в отношении бывших индивидуального предпринимателя, генерального директора автодома, учредителя трансавто и директора трансавто. В зависимости от роли каждого они обвиняются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшим по неосторожности гибель 13 человек. В связи с ДТП, произошедшим на участке дороги неподалеку от села Некрасово Тверской области. Об этом страшном ДТП мы рассказывали в патрульной службе. 5 октября 2018 года на 24-м километре дороги Тверь-Ржев мужчина, управляя микроавтобусом Форд Транзит, находясь в болезненном и крайне утомленном состоянии, допустил столкновение с автобусом Лиас Тверь-Автотранса. На месте погибли водитель и 12 пассажиров Форда. Мы работали в зале суда, когда избиралась мера пресечения директору общества с ограниченной ответственностью Трансавто Алексею Морозову. Общество с ограниченной ответственностью Трансавто, расположенное по юридическому адресу Тверская область, город Тверлиц, комитетер на дом 99А, помещение 7, зарегистрировано неналичным учредителем Греевского МГГ 18-12-2015 Межрайонной инспекции ФНС Россия номер 12. По мнению следствия, водитель Форда Транзит, организации Трансавто, 5 октября стал виновником аварии, в которой погибли 13 человек. Фрактовщик о Трансавто в лице директора Морозова обязался предоставить фрактователям, гражданам Платоновой, Черко, Бондаренко, Березиной, Несеневу, Байкову, Лысовой, Голубевой, Стрелковой, Голубевой, Кресюк, Соколовской и Рабиеву. Технически исправный автобус для перевозки указанных пассажиров по маршруту Ржев, Успенская, Плешки, Крупцова, Старица, Тверь, Тверская область. Согласно пункту 4 федерального закона 10-12-1995-го, номер 196 ФЗ, по редакции от 26.07.2017 о безопасности дорожного движения, ООО «Трансавто» как юридическое лицо, осуществляющее перевозки автомобильным транспортом, должно соблюдать правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом. Однако, по мнению следствия, оказанные трансавтоуслуги не отвечали требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности гибель 13 человек. По этому факту в региональном следственном комитете возбуждено уголовное дело. В день трагедии место происшествия детально осмотрено следователями и криминалистами регионального подразделения Следственного комитета, а также главного управления криминалистики Центрального аппарата Следственного комитета Российской Федерации. В настоящее время продолжается проведение ряда следственных действий, осуществляется сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование продолжается. В наполненном людьми форде, двигающемся по маршруту Ржев-Тверь, выжил только один пассажир. Вместе с водителем и пассажиром Лиаза он доставлен в больницу. Первое уголовное дело заведено еще утром 5 октября. В данный момент следственным управлением УМВД России по Тверской области возбуждено уголовное дело по части 5 ст. 264 УК РФ. Директора трансавто Морозова задержали 5 октября. Вы считаете себя виновным? Нет. У вас законные были перевозки? Да. В ходе предварительного расследования ни один из обвиняемых вину в совершении инкриминируемого деяния не признал. Несмотря на это, следователям Следственного комитета собрана достаточная доказательственная база. Детально восстановлены обстоятельства смертельного ДТП. Движение транспортных средств, день происшествия и накануне. В ходе расследования уголовного дела следователям Следственного комитета проведено более 20 обысков по месту жительства лиц, оказывающих услугу по перевозке пассажиров, либо связанных с данной деятельностью. Порядка 20 судебных экспертиз. Допрошено свыше 150 свидетелей. При этом более 10 свидетелей после предъявления им неоспоримых фактов изменили свои показания и рассказали следователю о преступной схеме, которую использовали обвиняемые. Следователям собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Субтитры создавал DimaTorzok